Смотрите, вот, собственно, лежит нижняя часть ее, или наоборот, верхняя. Идем дальше. Обратите внимание, докуда долетела. Вот здесь, вот сюда прилетела вот такая вещь непонятная. Как расправленная какая-то бумага, которая была сжата. Вот, что было внутри, очевидно, еще теплое. Приветствую вас на любопытном канале. И сегодня мы узнаем, что находится внутри батарейки от сотого телефона. У нас есть вот такая батарейка. Она вздулась, реально вздулась, как российский турист на турецком Ultra All Inclusive. Что здесь написано? Аккумуляторная батарея, бли 1600, что дальше там, 1600 микроампер час. Вот здесь вот даже нарисован такой помойный ящичек, и он перечеркнут. Имеется в виду, ее нельзя утилизировать, как обычный бытовой мусор. Что сделал бы с этой батарейкой, накрывшейся, ну, например, европеец, среднестатистический европеец? Он утилизировал бы ее в какой-нибудь контейнер, специально созданный там для батареек. Где-нибудь в магазине у входа наверняка стоит контейнер, там, брось сюда ненужную батарейку. Короче говоря, он бы ее туда бросил. И ее бы каким-то образом утилизировали, скорее всего, не нанеся ни малейшего ущерба окружающей среде. Что сделал бы российский человек? Скажем так, российский, молодой российский человек. Он бы бросил ее именно в помойное ведро, вот, которое здесь и перечеркнуто. То есть, что нельзя делать, он бы обязательно и сделал. Что сделал бы с ней советский человек? То есть, российский человек более пожилого возраста, который еще душой остался в Советском Союзе. Он бы ее положил в стол и сказал бы, пусть полежит, может пригодится. И если бы кто-то из молодых попытался бы ее выкинуть, он бы сказал, положи, много-то ты знаешь. И она бы дальше лежала в столе. До тех пор, пока пожилой человек уже, ну, в силу возраста не отплыл бы из этого мира. И молодые люди, соответственно, не выкинули бы ее в помойное ведро, в которое выкидывать ее ни в коем случае нельзя. Примерно так. Но мы-то с вами знаем, что и тот, и другой, и третий вариант, они скучны, как сама жизнь. Поэтому мы ее сейчас даже не сразу вскроем. Я слышал, что они взрываются. В интернете прочитал разную информацию, что могут взорваться, пальцы оторвать. Поэтому для начала мы ее попробуем огоньком испытать. Испытание огнем. Это по-средневековому. Давайте посмотрим, что будет, если положить ее в костер. Я думаю, все-таки ее немножечко вскрыть от пластика, освободить. Вот она как. А, ну это не пластик, это наклейка даже. Вот так она разбухла. А дальше там пластик. Из пластика я ее вынимать уже, наверное, не буду. Чтобы она не бабахнула. И самое главное, друзья, не пытайтесь повторить это дома. Я думаю, что это опасно. Только настоящие психи, типа меня, могут заниматься вот такими вещами. Нет, из пластика она вышла сама. Поэтому мы ее сейчас достанем все-таки. И из пластика. Вот так она выглядит. Смотрите. Вот это пластик. То есть он нам не нужен. Абсолютно мы его отбрасываем. Дальше достаем саму батарейку. Надеюсь, видно. Но чтобы она сейчас не бабахнула. Вот так. Сделан в Китае. Итак, здесь у нас контакты. А здесь сама батарейка. Ну, давайте посмотрим, что получится, если ее нагреть. Никогда. Никогда, друзья мои, не пытайтесь повторить это дома. Да и вообще не пытайтесь повторить это хоть где-то. Одно неловкое движение и... Зажигаем костер. Будем зажигать с бересты. Главное, чтобы батарейка сейчас не упала. Вот здесь я ее положил на былинке. Наверное, это неудачный ход. Она упадет, как только она начнет гореть. Вот так на дровах будет интереснее. Ну что же, посмотрим, что будет. Сейчас разгорится береста. Батарейку начнет лизать огонь. А мы с вами отходим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Продолжение следует... Вы это видели? Вот так! Вообще батарейки от сотовых телефонов опасны Поэтому, если у вас есть сотовый телефон Прямо сейчас достаете из него батарейку И выкидываете А теперь давайте посмотрим, что от нее осталось Вот здесь вот какая-то фольга валяется Но я думаю, что это могла фольга даже вообще валяться до того, как мы батарейку положили Так, вот! Вот самое интересное Не хочу рукой брать, я думаю, что очень горячая До каких размеров она раздулась Это именно батарейка, точнее, чехол от нее И вот, соответственно, что получилось Так, здесь уже ничего нет, да? В костре, я имею ввиду Смотрите, вот, собственно, лежит нижняя часть ее Или наоборот, верхняя Идем дальше Обратите внимание, докуда долетела Вот здесь, вот сюда прилетела вот такая вещь непонятная Как расправленная какая-то бумага, которая была сжата Вот, что было внутри, очевидно, еще теплая Вот такая вот штучка Она и была внутри батарейки Очень интересно Ну что ж, теперь мы знаем, что находится внутри батарейки Ничего безопасного И, друзья, выкидывайте батарейки из ваших сотовых телефонов Они очень опасны Вы не сможете говорить по телефону, но зато будете живы А то, знаете ли, вот так вот бабах и привет